Игорь Прокопенко Игорь Прокопенко Игорь Прокопенко Нужно принципиально новое оружие Оружие прорыва Так родился танк Рожденный войной Но он вскоре стал ее символом Оружием века Игорь Прокопенко Вот есть такие танки Их такое количество Я, пожалуй, бы не начал этой войны И он на двух машинах, в одном связисте, в другом охрана, на полном ходу ворвался и сказал, сдавайтесь. А там 25-ти тысячный гарнизон. Он берет эту куваду, а мать твою понимаешь, и по танку, как тракет, и кувалда почти наполовину вошла в броню. Выражение Марго Рассетеля помню. Этот танковый льван может устранить только ядерный львов. Когда Хрущеву показали, как ракетой поражается танк, значит, он сказал так, все, нам больше ничего не надо, вот делаем ракеты, танки строить не будем. В течение сто лет все время говорят, а стоило бы вообще танки создавать, понимаете? А есть ли у них перспектива? А есть ли еще кто-то? Ну а что может быть, кроме танка, еще? Дорогие друзья, встречайте у нас в гостях Игорь Прокопенко, российский журналист, телеведущий и автор книг. Добро пожаловать к нам! Давайте поддержим Игоря. Поздравляем вас с презентацией книги Age of Tanks, эпоха танков. Давайте я дальше сам уже. Времени у нас мало, я постараюсь ответить на все сразу вопросы, даже на вопросы уже не заданные. Книжка, которую мы с вами видим здесь, она же написана по-английски, что для меня не свойственно, но есть определенный нюанс, который заставил меня это сделать. Эра танков, а в русском варианте это вообще история называется «бешеные танки». Идея родилась где-то года три назад. Дело в том, что я делаю не только программу «Военная тайна», но и большое количество разных самых документальных проектов, в том числе с иностранными партнерами, что, возможно, кому-то покажется странным, с учетом, ну как бы принято считать, что у меня очень много в программе антизападных, антиамериканских, антиевропейских настроений. Но хочу сказать, у меня очень много западных партнеров, которые с уважением относятся к моим взглядам, а я к их взглядам, поэтому мы делаем много совместных проектов. И проект «Век танка» или «Бешеные танки» в русском языке мы придумали с моим другом, многолетним партнером, известным немецким продюсером Гуннером Дидиевым. Мы придумали историю «Давай сделаем век танка». Но это проект, кинопроект, не о железках, не о технике, хотя и о технике тоже, сколько мы хотели через историю создания танка показать историю развития 20 века. Потому что, ну, принято считать, что 20 век — это век революции, или октябрьская социалистическая революция и так далее. Но это еще и техническая революция, потому что создание танка перевернуло всю историю 20 века и сделало ее такой, какой она есть на самом деле. Поэтому нам было интересно, причем с российской, с русской и с немецкой стороны посмотреть на этот вопрос. Мы работали над этим кинопроектом изначально долго, мы три года его делали. Мы обыскали все архивы, российские архивы, немецкие, американские, французские, израильские. Мы искали интересные архивы, мы искали интересных людей, участников, очевидцев, экспертов, которые могли бы нам об этом рассказать. Мы долго делали этот цикл документальный, который так и называется, вот так же называется, как книжка, а не силен в английском. И получился четырехсерийный документальный цикл, который вышел сначала в Европе, в Америке, во Франции. Если кому интересно, прокатчиком в Европе была французская компания «Лагардер». Потом неожиданно этот проект купил «Нетфликс». И каждый, кто хочет увидеть этот проект под глазами, какие отрывочки рабочие здесь мы показали, его и сейчас можно, этот проект, найти на «Нетфликсе». Но поскольку я, как человек, который на телевидение пришел, из пишущей журналистики, я понимаю, что мало увидеть. Интересно еще и потом прочитать, потому что книжка, потому что в печатное издание, туда можно поместить больше информации, она для более внимательного читателя, зрителя, которому интересно что-то. Поэтому родилась идея после этого фильма, родилась одноименная книжка, куда она на немецком языке есть и на русском языке, куда мы собрали все материалы, которые вошли в документальный сериал, и плюс те материалы, которые в силу хронометража не смогли войти в этот сериал. И вот таким образом родилась вот эта замечательная книжка, которую я вам сегодня и показываю. Я, кстати, первый раз ее вижу здесь у вас, я ее не видел еще, в руках еще не держал, так что да, для меня это тоже исторический момент. Такова предыстория создания этой книжки и этого документального сериала. Потом, ведь там кино и телевидение дело же дорогое, да? Сначала мы сделали этот проект для Нетфликса и для европейского телевидения, поскольку большую часть денег заплатили они за производство проекта. Потом права вернулись ко мне, и как только права вернулись ко мне, я стал кусочками этот фильм показывать у себя в программе «Военная тайна». Если кому интересно, сейчас уже это можно в Ютубе или на Видеоморе посмотреть программы, начиная с сентября, где есть кусочки подачи этого фильма в программе «Военная тайна». По-моему, уже вышло 8 или 9 подач. У меня иногда спрашивают, я сейчас на все вопросы отвечу, на которые я думаю, вы можете мне задать, а потом уже вы мне будете задавать. У меня спрашивают, чем отличается российская версия и книжки, и сериала от европейской или от американской. На самом деле пришлось сделать практически новую книжку, потому что огромное количество информации, которое вошло в западный, в американский, в немецкий вариант, огромное количество информации, которое нам известно довольно, оно примитивно довольно, да, то есть они про нас объясняют то, что мы как бы и сами знаем, да. С другой стороны, не было большого количества материала о них, о немцах, об американцах, о французах, об израильтянах, поэтому пришлось добирать вот эту информацию. Потом не скрою, потом не скрою, конечно, в американском и немецком варианте там были вещи, которые, на мой взгляд, они неправомерны, неправомерны, поэтому мы эти вещи из русского варианта, из русского варианта вычищали и писали свои взгляды, и там как бы вписывали свою, свою идею. Ну, например, допустим, в немецком и в американском особенно варианте, как говорят, без варианта, у них Гитлер, Сталин одно и то же, Красная армия и немецкая армия, это два одинаковых, и то зло, и это зло, что, конечно, с чем, конечно, я категорически не согласен, мы можем об этом сегодня, поэтому об этом поговорить, поэтому я вынужден был согласие моих немецких партнеров эти вещи переписывать, менять, вписывая ту позицию, которую я считаю правильной. Это вот если в двух словах об этой книжке, об истории создания этого документального сериала, и о том цикле документальных очерков, которые с сентября выходят в программе «Военная тайна». И дальше я слушаю ваши вопросы. Дорогие друзья, если есть вопросы, поднимите, пожалуйста, руку, я обязательно к вам подойду. Если вопросов... Ага, есть вопросы, отлично. Добрый вечер. А что вы можете сказать о предшественных танков? Это же некие подобия были в Средние века и в античное время. Да, спасибо большое за вопрос. И вот мы уже сейчас можем, наверное, переходить к цитированиям книжки, потому что действительно первая глава как раз и посвящена предыстории создания танка. Существует огромное количество, на самом деле, версий и гипотез. Откуда, от чего произошел танк, что это такое, да? И некоторые считают, что предтечи современного танка, который возник в начале XX века, были боевые слоны или боевые колесницы. Мы можем сколько угодно на эту тему фантазировать. Далее существуют документальные свидетельства о том, что прообраз первого танка начертил еще Леонардо да Винчи. В конце XIX века, в начале XX века лавинообразно возникают некие технические идеи, которые отдаленно напоминают то, во что потом превратился танк. Причем практически каждая страна, по крайней мере, европейская, приписывает себе лавры изобретения танка. Допустим, мы знаем о том, что дед нашего прекрасного актера, недавно ушедшего Проховщикова, был одним из создателей первого русского или российского танка, но о чем можно спорить, точно так же французы, немцы, англичане и так далее. Факт остается фактом. В начале XX века, к началу Первой мировой войны, возникла ситуация, при которой, я уж отвечаю на незаданный вопрос, при которой способы, при котором развитие стрелкового оружия достигло такого уровня, когда солдату на поле боя подняться было невозможно. Именно первые недели, первые месяцы Второй мировой войны неожиданно столкнулись все военно-начальники страны с тем, что поднять голову невозможно. Встали и с одной, и с другой стороны, закопались в траншеи, потому что единственным, как можно выжить, это вот траншея окопа, и все. И тогда страны начали, инженеры, ученые начали стремительно искать какое-то решение, как можно продвинуться вперед. И тогда стали делать эти телеги, обшивать железом и так далее. То есть искать какое-то техническое решение. Танк рождался не очень быстро, конечно, но в том виде, в каком он сегодня существует. Вся история Первой мировой войны, принято считать, что история Первой мировой войны это история массового применения танков. Строго говоря, это было не так. Танки в то время делали англичане, французы, их было и даже было сделано много, но они с точки зрения военной не представляли собой ничего, потому что они плохо двигались, они были несовершенны. И вот известно здесь, мы описываем эти случаи, когда во время первой атаки один командир танка сошел с ума и начал стрелять в двигатель, чтобы танк ехал быстрее, а второй просто застрелился от невозможности всего происходящего. Но танки, конечно, сыграли свою роль в первых боях, потому что они оказали колоссальное психологическое давление на противника, на противопоствующие стороны. Огромное количество инженеров, ученых увлекались созданием, развитием танков. И таким образом, пожалуй, в середине 20-х, к началу 30-х годов и Советский Союз, и Германия, и Великобритания, и Франция стали получать те самые танки, которые были потом усовершенствованы, те, которые потом принимали участие во Второй мировой войне и, собственно, сделали историю 20-го века. Я хочу ответить на вопрос, который мне, когда я работал над этой книжкой, меня волновал этот вопрос, и мне его часто задают. Я вам хочу сказать, очень часто говорят, что, мы знаем, после Версальского договора Германия вместе с Советской Россией разрабатывала танки, и под Казани был совместный танковый полигон, где, согласно Версальскому договору, Германия не имела права строить танки. А в Казани, значит, в обстановке строгой секретности, первые, значит, немецкие танкисты и советские танкисты, они изучали танки, они там изучали тактику, они совместно учились, тренировались и так далее, и так далее. И очень часто говорят, как же так? А как вы говорите, как если Сталин, чем отличается Сталин от фашистской Германии, если даже немцы и русские, и советские, и советы, и немцы вместе в Казани учились танковому делу, в чем же разница тогда между Советским Союзом и фашистской Германией? И здесь очень интересный ответ, я вам сейчас о нем расскажу. Он заключается в том, что, во-первых, почему Советская Россия и Германия, несмотря на то, что Германия была противником России в Первой мировой войне, почему вдруг возник такой странный союз? Очень просто. Дело в том, что к тому моменту Советская Россия претерпела огромное количество изменений, трансформаций в связи с приходом большевиков к власти. Во-первых, был уже заключен Брестский мир, и формально Россия и Германия находились в состоянии мира. Но самое главное, к этому моменту французы и англичане, французы и англичане, американцы, они как раз, это был как раз тот самый период интервенции, когда на территории Советской страны ступила нога иностранного солдата. И Советская Россия тогда воспринимала врагами, не немцев как раз, а как раз англичан, американцев. Поэтому, естественно, то, что Советская Россия блокировала из Германии. И еще одно очень важное. Да, кстати, у нас же была, Советская Россия к тому моменту захватила уже 200 английских танков, 200 танков, 200 трофейных танков, как раз тех самых, которые входили на право интервенции. Это первое. А второе, мы забываем о том, что фашистской Германия стала 30 января 1933 года. И только, а уже в сентябре 1933 года, когда пришел Гитлер к власти, вот этот совместный танковый полигон под Казанью был ликвидирован. Именно с этого момента стало понятно, что, во-первых, к власти в Германии пришли те силы, которые хотят войны с Советской Россией. И, собственно, дальше уже никакого блокирования не было. Дальше было. То есть, Союз был с другой совершенной Германией. И все закончилось гораздо раньше. И вот эта история, ее очень многие, там, как бы она проскакивает, да, и потом очень часто говорят, что вы хотите, чем Советская Россия отличалась от Советской Германии. Да ничем, вот так нам говорят, да. На самом деле, отличие очень важное. И тут, как говорят, черт в мелочах. Вот об этом я хотел вам рассказать. У меня и не спросили, но я считаю, это важно вам рассказать. Дальше. Пожалуйста. Да, конечно. Игорь Станиславович, большое вам спасибо. Уже второй раз я присутствую на вашей презентации. Всегда очень приятно. Во-первых, не так много офицеров пишут кадровых про армию, про вооружение. Ну, из ныне действующих офицеров только Виктор Суворов. Вот же Резун пишет про танки. Но только он предатель. Да. И не будем забывать, потому что перебежь и предатель. Как сказал генерал армии Ибашу, у него непосредственно начали паразит. Знаете, я сейчас, и вы договорите, я просто вспомнил. Дело в том, что так получилось, что и меня, и Суворова учила одна преподавательница по русскому литературе. Мы закончили с ним одно Суворовское училище. Ну, с разницей. Я когда приехал к себе, Калининское Суворовское училище, он тоже закончил. Он учился примерно чуть-чуть позже Громова, генерала Громова. Все в свое время в нашем училище. А я у нее спросил, я говорю, а как я говорю, Суворов? Она говорит, такой, говорит, проходимец. А я свои первые поля как раз на этом полигоне КАМА в Казанском танковом училище проходил, правда, в рамках другого училища. Но дело-то, у меня вопрос такое. Дело в том, что был такой полководец Александр Македонский. И вот военные историки приписывают ему, что порядка 30-40% всех своих побед он одержал за счет очень могучей инженерной подготовки. То есть у него любой воин тут же становился инженером, тут же они очень хорошее защитное сооружение сооружали, крепости. И поэтому он брал крепости на раз. То есть он был очень большим специалистом по крепостям. И вот, собственно, инженерная подготовка. Мой вопрос. Дело в том, что инженерные войска это один из самых интеллектуальных видов родов войск. А танковые войска у нас, как общевысковые, не славятся, скажем так, интеллектуализм. Есть ли вот какая-то вот... Есть вообще пример, который вообще опровергает начисто ваши слова по поводу того, что танкисты не считаются интеллектуальным родом войска. Но я не знаю, наверное, всем уже известна фамилия. Но я приведу просто еще раз этот пример, потому что он очень яркий. Знаменитое сражение, которое в одиночку выиграл танкист Колобанов. Слышали Колобанов, да? 43 танка за один бой, там что-то за полтора или два часа боя. 23-летний старший лейтенант. И это в августе 41-го года. Я абсолютно убежден, что большинство знает об этой истории. Но я просто хочу себе напомнить. Один танк, ну правда, у него там еще было полроты ленинградских курсантов. Там у него еще были силы поддержки небольшие. Но один старший лейтенант рассчитал настолько точно эту историю. Я вот у себя в фильме, здесь и в книжке говорю о том, что можно себе только представить, какой паникой хрипел немецкий эфир тем жарким августовским днем, когда один танк расстрелял 43 немецких самолета. Причем как расстрелял. Он же правильно все рассчитал. Вот я не знаю, может быть кто-то смотрел или нет фильм Т-34, сделанный моими коллегами. Там, конечно, очень много сказки, много компьютерной графики и так далее. Но что режиссер точно в этом фильме воспроизвел, так это вот желание, умение офицера правильно рассчитать, сделать расчет. Поэтому расчет танкового боя против солнца, углы пересекаются и так далее. Скорость полета снаряда, ведь это тончайшая настройка. И действительно, фильм получился очень хороший. Сейчас лидер показа в Японии, сейчас у него показ в Китае, он собрал огромные сборы, сделал у нас здесь в России. Многие его обвиняют в том, что это много фантастики, и так было, и так не было. Но ведь мы же судим этот фильм по послевкусию, по ощущению, по эмоциям. А по эмоциям этот фильм очень правильный. А что касается каких-то точностей, ну знаете, мой друг, известный наш режиссер Джаник Файни Файзиев однажды в ответ на критику сказал, дурак тот, кто ходит в кино учить историю, что правда. Мы же в кино ходим не за историей, а за эмоциями. А уж если мы посмотрим голливудские образцы патриотического фильма военного, спасти рядового Райна и так далее, нам же придумка на придумке бьет же по эмоциям. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я, конечно, не согласен. Например, нашего замечательного танкиста, и многих танкистов говорит о том, что в первую очередь это, конечно, интеллектуальная работа. И танкисты, это очень серьезная интеллектуальная сила. И тогда, а уж сейчас-то тем более, потому что, я не знаю, есть ли среди нас здесь действующие танкисты, те, кто знакомы с сегодняшними системами, но это реально очень сложная, дорогая, насыщенная электроника, компьютерным обеспечением машина, танк, это все время как космический корабль уже. И в этом, кстати, есть определенная, знаете, определенная, но не то что опасность, особенность. Допустим, вот израильтяне сделали в Мирхау самый дорогой в истории вообще танк. Но там они, и там возникает очень интересная история. Этот танк охраняет больше людей, нежели он может в бою спасти, потому что угробить такую машину стоимостью, там, 15 миллионов долларов, да, проще, во все времена было проще загнать солдат в окружение, чем испалить дорогостоящую железку. Танки сегодня очень дорогие, очень сложные. Вот, и тут особый отдельный разговор на эту тему, есть ли смысл это. Пожалуйста, следующее. Я хочу реформулировать этот вопрос. Какие инженерные задачи могут решать современные танки? Инженерные задачи? Да. Ну, может, снести одиноко стоящее дерево, если это инженерная задача. Я имею в виду переправы, колонные пути. Ну, вы знаете, я думаю, да. Современные танки, которые сегодня имеют лидеры танкостроения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Израиль, англичане, французы, далеко не каждая страна имеет свой танк. Современные танки, они, конечно, обладают, им создают, им рисуют огромное количество задач. И вот я, конечно, не инженер танковый, но с точки зрения применения можно рассуждать о том, что огромное количество функций, они, может быть, и бессмысленны для современного танка. Потому что чем сложнее танк, тем сложнее его применение, тем он дороже. А опыт Великой Отечественной войны показывает, ведь говорят, кто выиграл. Немецкие танки, там, «Тигр», «Пантера» или «Т-34». Вот мы много говорили с моими немецкими партнерами. Они все время, у них, кстати, вот и в книжке, и у них в фильме о том, что и прекрасные были немецкие танки. Но в конце концов мы написали в главу, где выяснилось, что танк «Т-34» выиграл, потому что он был проще. Потому что починить танк «Т-34» можно было бы прямо здесь, на поле боя. А «Тигры», «Пантеры», что немцы делали, грузили и везли в Германию, ремонтировали. Потому что они были очень сложны. Поэтому танк «Т-34» выиграл не только потому, что он был реально совершенен, но он еще был просто в управлении и просто в ремонте. Что, в общем, и оказало решающее влияние на исход многих танковых сражений. Пожалуйста. Игорь Станиславович, скажите, пожалуйста, на сегодняшний момент, по вашему мнению, какая модель танка является самой лучшей? Вы знаете, вот я когда шел сюда навстречу, я меньше всего хотел оказаться специалистом, техническим специалистом и экспертом в области технического состояния и развития танков. Потому что я реально не танкист. И я не по технике. Я предполагал, я думаю, что мы сегодня будем говорить еще о каких-то вещах более мировоззренческого характера. Но отвечая на ваш вопрос, конечно, я думаю, и не только я думаю, а так думают американские эксперты, с которыми я разговаривал, немецкие эксперты о том, что, конечно, та перспективная модель танка «Армата», которую создали наши конструкторы, она на сегодняшний день, считай, является наиболее революционной. В ней больше всего тех вот идей технических, которые потом будут использовать все остальные танкостроители. Поэтому наиболее перспективной, на мой взгляд, и на взгляд тех экспертов, с которыми мне пришлось общаться, они здесь есть в этой книжке, вот, это, конечно, танк «Армата». Что касается самых мощных, самых красивых, да, самых таких, там, навороченных танков, это, конечно, израильский танк «Мерковатов» без варианта, конечно, да. Но еще раз говорю, он настолько дорогой, что там я разговаривал с израильтянами, они, прежде чем его применить, они 10 раз подумают, и 20 раз спрячут, и не будут выводить. Вот. Вот так я отвечу на ваши вопросы. — Скажите, пожалуйста, а что вы скажете про проект, который, вроде бы, уже идет полным ходом, это про симбиоз «Леопарда-2» и «Лекретка» французского? — Вы знаете, но, вообще-то, спасибо за вопрос, вообще-то, вот такие симбиозы, они существуют не только в танкостроении, они в Европе и в странах НАТО существуют, и в производстве самолетов боевых, и в производстве других вооружений. Поэтому я думаю, ну, это мое личное мнение, я думаю, что во многом это решение, в первую очередь, продиктована экономия средств, потому что танкостроение и вообще конструкторские разработки, это очень дорогие, знаете, как когда-то создавали евросамолет, да, теперь вот создает евротанк. Насколько он будет хороший, я не знаю, я, конечно, верю в гений западных конструкторов и в их прагматизм, да, но я не думаю, что это там с точки зрения технических каких-то решений, это какой-то очевидный плюс или очевидный минус, но это очевидный плюс с точки зрения экономии, средств, конечно, в производстве. Спасибо вам за вопрос. Пожалуйста, дальше. Здравствуйте, я покупал ваши книги, очень интересно, смотрю передачи регулярно, вот как бы я немножко в другое русло. У вас на передаче выступал Белов Александр Константинович, это «Славяно-Горецкая борьба», я его ученик, вот, занимался историческим фехтованием, сейчас тренер казачьего спаса. Меня вот интересует история России, ну, вот, как вы говорите, запрещенная история. Ну, скорее, неизвестная, будем так говорить. Ее, может быть, никто толком не запрещает, но не изучает точно. Вот почему учебники истории, официальный научный взгляд и то, что вот мы видим, так сильно отличаются? Будут какие-то изменения? Спасибо вам большое за этот вопрос, во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, Белов часто у нас снимался раньше, и снимается, я с большим уважением отношусь к нему, и к его историческим изысканиям, и к нему, как к мастеру «Славяно-Горецкой борьбы». Теперь, что касается русской истории, очень часто говорят «запрещенная история». Но вообще есть, знаете, такое понятие «запрещенные» или «запретные артефакты», «запрещенная история», и еще есть понятие «альтернативная история». В нашем случае мы говорим о том, что о неизвестной или малоизвестной истории, о малоизвестной русской истории или российской истории. Ну и есть определенное, есть большое количество работ на эту тему, и я в своих программах тоже уделяю этому вопросу внимание, потому что, в первую очередь, меня самого очень интересует, волнует русская история. Причем я всегда, когда делаю свои программы на любую тему, будь то «танки» или будь то «русская история», я прежде чем запускать проект, я задаю, формулирую вопросы. Формулирую вопросы, становлюсь на позицию, допустим, зрителя или читателя, непрофессионального историка или непрофессионального техника, пытаюсь встать на его место и представить, что мне было бы интересно, что меня волнует, что меня интересует, что меня тревожит, какие вопросы у меня есть. И вот что касается русской истории, допустим, с чего я начал заниматься этой темой. Вот у нас же как, в наших учебниках по истории, по которым все мы учились, ну вот я учился там, начинал, начало 70-х годов, вот, 9 век, до 9 века в наших учебниках по русской истории, по древнерусской истории толком ничего не было. Вот мы, 9 век, там, христианство и дальше Иван Грозный, Петр I, а до 9 века такое ощущение, что ничего не было. И я про себя тогда подумал. Подождите, значит, древний Рим был, да, к моменту, когда древний Рим опустился на дно роскоши и даже разврата, а на территории нашей страны, получается, ничего не было. Но, по крайней мере, так можно понять, читая наши учебники истории, советские учебники, да, какие-то кривичи, какие-то вятичи, какие-то племена. Подождите, да, древний Египет был? Был. Древняя Греция была? Был. Древний Рим был? Был. Мы очень хорошо подробно знаем историю древнего Рима, древней Греции, а историю нашей страны не знаем. Ну, то есть, после 9 века. Волей-неволей, когда задаешь эти вопросы, начинаешь выяснять, ну, а так ли это на самом деле? Вот смотрите, я недавно вернулся из Ростова-на-Дону. Тут можно много очень говорить на эту тему. Я вот скажу, как бы, логику своего мышления, почему я занялся этими проектами, почему я именно занимался. Вот я недавно вернулся из Ростова-на-Дону. Там практически в центре города раскопано огромное городище. Городище там по времени античное. Более того, это не просто городище, это государство Амазона. Там порядка 300 захоронений. То есть, по историческим меркам, это прямо мегаполис, да? Амазонки. Мы ведь как? Изучая древнегреческую историю, мы, амазонки, это некие мифические существа. Мы читаем о них, у Гомера, у других античных авторов. И всегда воспринимали, амазонки, это прекрасная наездница с одной грудью, прекрасная и красивая, да? Они в легендах и мифах. Ростов-на-Дону. Вот оно, государство Амазона. Там первый век, второй век нашей эры. А мы-то ничего об этом не знаем. А в наших учебниках об этом ничего не знаем. Там лет 10 или 15 сейчас раскапывают все это городище. По чуть-чуть. Причем предметы, предметы быта, украшения, оружие и так далее, и так далее, и так далее. Это огромное, интересное и практически никому неизвестное государство. На территории нашей страны. А мы говорим, что до 9 века на территории нашей страны ничего не было. Несправедливо, правда же? Вот как бы такие вопросы. Потом дальше. Смотрите. Вот мы говорим, Российская империя, Россия, Русь. А начинаем открывать, допустим, средневековые карты. А до 19 века как Россия обозначалась на наших картах еще в 19 веке? Тартария. А до Тартарии как? Сарматия. А до Сарматии? Гордавика. Это я иду просто по верхам. Это как бы я вам не открываю Америку. Наверняка кто интересуется русской древней историей, то, о чем я говорю, знает. Я сейчас говорю о логике рассуждений. Почему мы этим занимаемся? Гордавика. А что такое это Гордавика? Гордавика – страна городов. Подождите. По советскому учебнику истории ничего не было. Кривич и Лятич. Какие города? А были, оказывается. Так ведь, да? Потом дальше. А до Гордавики что? Гиперборея. Гиперборея. А это вообще уходит куда-то далеко-далеко, вглубь, вглубь тысячелетий истории, да? И Гиперборея ведь не просто страна. Она же вот тут, полярного округа, захватывая полуостров Индостан. Ведь не шутки же и не придумки, когда говорят там древнеславянский, прославянский язык и санскрит, они родственные. Подождите. Где мы, где Индия, да? Казалось бы. А родственные истории, языки родственные, слова родственные, да? А если мы берем, смотри, древний Рим. Это я сейчас говорю вообще известные вещи, я тут стараюсь как бы даже, знаете, мне это самое, да? Никого не шокирует ничем. Послушайте. Великая древняя Венеция, да? А Венеция, почему Венеция? Венеды, да. Венеды. И это уже, знаете, когда был жив Царство Небесное Михаил Николаевич Задорнов, с которым мы очень дружили с ним. Вот когда он что-то говорил, а, Задорнов придумывает. Но в данном случае это же не придумка. Венеды действительно существовали. И действительно они были, жили на тех самых землях, где потом возникла Венеция. А Венеды это ведь славяне. Значит, история чуть-чуть устроена по-другому. Может быть, не кардинально другая. Но она устроена по-другому, а мы вот этих деталей, фактов и не знаем. Отсюда возник мой вопрос к неизвестной, особенно дохристианской русской истории. Отсюда, собственно, и наши с вами вопросы и интерес к этой теме. Конечно, здесь есть шанс попасть вот это, знаете, куда попали наши украинские братья с древними украми, которые построили египетские пирамиды. Тут нам главное без перехлёста, потому что, знаете, от древних украинцев до русичей, которые выкопали Атлантический океан, тоже недалеко. Тут всё время, конечно, нужно сохранять миру. Но факт остаётся фактом. Когда говорят, что история – это наука о будущем, это совсем не преувеличение. То, что мы сегодня расскажем своим детям, в той стране они будут и жить дальше. Посмотрите, приведу простой пример. Допустим, мы-то знаем, что первая женщина-космонавт Терешкова, да? А в Америке, не знаю, в Америке первая женщина-космонавт Салли Райт. Это я говорил с американцами, я много работаю с ними. Салли Райт, она полетела в космос в 83-м году. Им неинтересна наша Терешкова. И у них первый космонавт свой, не наш, не Гагарин. И не потому, что они забывают, потому что каждой нации нужны свои герои. Так уж сложилось в нашей великой истории, что у нас героев больше, чем нужно. В том смысле, что настолько драматическая была история нашей страны, что героев столько, что, знаете, всей крови не окупили. Есть страны там, где героев придумывают. А ведь это же очень просто. Два-три года, два-три-четыре года, посмотрите, что сегодня происходит на любимой мной Украине. Я читаю книжки, учебники, которые там пишут, которые кино снимают. Поверьте мне еще, три-четыре-пять лет, и это будет другая планета с точки зрения мировоззрения. Потому что там такое пишут, снимают, рассказывают и убеждают друг друга в таком, что капец вообще. Почему так актуальна история сегодня? Почему так важно историю изучать, знать и не давать ее всеми силами искажать? Потому что что-то не страшно исказить историю, страшно жить потом в искаженном мире. А потом еще, знаете, какая вещь? Вот смотрите, по поводу переписанной истории. Знаете, я работаю над программой, по долгу своей работы я стараюсь смотреть и читать все иностранные новости. Сейчас интернет, все, вот, американские, английские, немецкие, украинские, прибалтийские и так далее, да. Вы не представляете, какое количество чудовищной чуши про нас рассказывается. Это правда. Вот любой из вас может это сделать, причем там масса вещей можно читать и смотреть даже на русском языке. Я не открываю Америку. Это правда, да. И обидно, и глупо, и думаешь, как они могут такое про нас? Да мы же не такие, да. И вот здесь возникает очень опасная вещь. Знаете, ладно, там нам обидно было бы, не так страшно, мы как бы не обидчиво утремся. Но самое страшное вот в этом искажении действительности заключается в том, что, вот, смотрите, вот на примере даже вот не сегодняшнего дня, а на примере там событий двухсотлетней давности. Я вот всегда говорю, да если бы в течение десяти, там, порядка десяти лет французская и европейская пресса в начале девятнадцатого века не убеждала бы в Европу в том, что Россия это колосс на глиняных нагарах, да. Что там все, вот, господа и рабы, приди, только мы всех освободим и завоюем. Что Россия слаба, что Россия вот-вот развалится. Россия, говорят, на французском языке, нас встретят как братья. Да если бы в течение десяти лет французская и европейская пропаганда не вдалбливала эти мысли европейскому обывателю, да разве умные, прагматичные французы пошли бы в осень брать Москву в зиму? А ведь сначала, смотрите, а ведь сначала сами себя убедили в тех, создали и придумали небылицы, да. Потом в них поверили и потом сами попали в эту кровавую ловушку. Более того, ведь практически зеркально же повторилась история в сорок первом году. Ведь реально считали, что ну что, коммунистический строй, там же все рабы, сейчас же мы вот все вопросы решим. Вот ведь чем опасно, чем опасно и искажение истории, и перевирание действительности. И собственно вот об этом я стараюсь рассказывать в своих программах в том числе. Вам большое спасибо за вопрос, потому что это неисчерпаемая тема, неизвестная история нашей страны. И сейчас мы можем с вами часами говорить, потому что очень много вопросов, очень интересных вещей по поводу так называемого монголо-татарского ига. Очень много очень интересных вещей, связанных с правлением Ивана Грозного. Вот моя любимая тема, Иван Грозный. Ведь мы с вами как, по крайней мере я, я же меряю по себе все, да. Я учился в 80-е годы в школе, я был в Третьяковской галерее, когда мне там 7 лет исполнилось, нас повели, да. Вот, Иван Грозный убивает своего сына, да. Вот, Иван Грозный у нас в учебниках и было написано, и остается написано, он и жен там своих в кипятке варил, и там и опричники, и вырезал полстраны, и был сумасшедший, ненормальный и так далее. А теперь смотрите, Иван Грозный правил 50 лет и 104 дня. Ну, допустим, там лет 10 мы сбрасываем на то, что он был несовершеннолетний, ну, точно, ну, 40 лет точно, да. За это время, ну, то есть, срок правления для книги рекордов Гиннесса. Я иду только по верхам. Дальше, именно при Иване Грозном, и тут загибаем пальцы, была создана Государственная Дума, русский парламент. При Иване Грозном была проведена военная реформа, при Иване Грозном был принят первый судебник, законный, да. При Иване Грозном, между прочим, российской конституции, да, да, при Иване Грозном впервые Российская империя или Россия, как угодно, принимает примерно современные очертания, географические, да. Что-то не вяжутся эти достижения с образом сумасшедшего, женоненавистника, которым убил собственного сына. Потом, ведь уже официально доказано, было вскрытие гробницы сына Ивана Грозного. Не было у сына травмы на голове, да. Там огромное количество походу было странных, интересных открытий. Во-первых, и сын, и Иван Грозный, и жена последней Ивана Грозного, и даже малолетний сын Ивана Грозного, грудного возраста, все они имели на своих, ну, в костях или на костях, огромное количество мышьяка. Конечно, можно предположить, что в средние века мышьяком лечили сифилис. Но вряд ли, вряд ли грудного ребенка его после тоже лечили от сифилис. Но мы знаем, что мышьяк это была самая эффективная отрава в средние века. Из чего мы по формальному признаку, мы можем сделать вывод, что вся семья Ивана Грозного была просто отравлена. Причем травилась медленно, не за один раз. А технологии отравы, они описаны во многих книжках, там можно было травить и недели, и месяцы, и годами, добавляя чуть-чуть, вызывая недомогание и так далее, и так далее. Таким образом, случись, сложись история чуть по-другому, в каждом российском городе стоял бы золоченый памятник Ивану Грозному, создателю великого государства. А вместо этого у нас в Третьяковской галерее висит картина о событиях, которых никогда не было. Вот такое спасибо большое. И это я, да, сейчас, сейчас, и это я, знаете, мы с вами говорим только по верхам, потому что формат нашей встречи не предполагает какие-то углубления, потому что можно там и цитировать, и что-то, и что-то там, какие-то истории разбирать. Огромное количество вопросов в русской истории. Другое дело, смотрите, вот, извините, я на своего конька сел, смотрите, мы все знаем про египетские пирамиды, про цивилизацию древних египтян, да, а последнее время выяснили вообще невероятные вещи. Оказывается, Тутанхамон был нашим с вами соотечественником. Знаем, да? Вот если кому интересно, наберите, как выяснили, причем, не-не-не, я только рассказываю, я ничего не придумаю. Да, ученые из Цюриха провели генетический анализ, расшифровали, расшифровали все, он оказался европейцем. Более того, сегодня выясняется, что все династии египетских фараонов были европейцы. По галопогруппе, как это называется. Даже вот, ну, это вот открытие буквально там двух лет, может быть, оно очень свежное. Ведь, зная это, понимая, что это так, в принципе, всю историю древнего Египта можно пересматривать. Почему? Потому что возникает огромное количество вопросов. Как белые люди оказались на территории древнего Египта? Что это были за люди? И почему белые люди стали фараонами, стали правителями? Почему? Как чудес-чужестранцы, как фантастическая история. Помните, как попадает в фантастической комедии? Попадает на необитаемый остров Кабаригенов, да? Обладает какими-то знаниями. У него есть ружье, там, еще что-нибудь, спички есть, да? Ему корону на голову и будешь нашим царем. Это смешно, но, может быть, именно это произошло в свое время в древнем Египте, потому что, еще раз говорю, генетический анализ показал, что египетские фараоны были белокожими европейцами. И тут вопросов огромное количество, а ответов нет, потому что анализ исторических вот этих фактов, он не поспевает за поставкой этих фактов. А уж в русской истории тем более, потому что фактов очень много, да? А не хватает каких-то, ну, знаете, как цивилизационных, наверное, государственно-цивилизационных, для того, чтобы это осмыслить и канонизировать. Например, на моей родине, в Воронежской области, все знают деревня Костенки, да? Там же найдены совершенно невероятные вещи, причем американцы нашли и копают, вот уже 20 лет копают американцы. 40 тысяч лет на территории современной Воронежской области находилась древняя цивилизация людей, да? Вполне себе современных людей, таких, как мы с вами, да? Которые умели считать, которые умели писать, которые из костей мамонта писали, там, всевозможные, там, они складывали мамонта, забитых мамонтов, они складывали, писали, 2 плюс 3 равно 5. И это 40 тысяч лет назад. А согласно официальной версии, силуэк разумный возник только, 30 тысяч лет назад. А там уже 10 тысяч лет, как они все существовали прекрасно, уже знали математику. Вроде бы все открыто, вроде бы на территории России, вроде бы вот оно, рассказывай. А воли не хватает. Мы у нас в учебнике, если что-то есть, вот такой абзац. Что-то там нашли в Костенках, все. Итог, а поэтамериканцы они мы. Но я заканчиваю историю, потому что можно бесконечно на эту тему говорить. Давайте дальше. Давайте по очереди. Простите, пожалуйста, здесь. Да, спасибо. Я же правильно сказал все, да? А по поводу Ивана Грозного могу сказать, что за все время Ивана Грозного погибло около 4 тысяч людей, было казнено. А в одну варфоломеевскую ночь в Париже более 10 тысяч было убито. Прекрасная цена. И в Англии было более 15 тысяч убито. Вот, пожалуйста, кто, какой правитель в этих странах. Значит, Казань, войско Ивана Грозного состояло из 60% булгар. Они свергли патронов Чингисхидов. Их не убили, их просто от власти. И поставили булгарскую династию, которая была более древней, чем рюкзи. Я позволю себе добавить. Я просто хочу сказать. Иван Грозный создал империю. Спасибо вам большое. Мирно. Я хочу оставить за собой последнее слово. Спасибо вам большое за интересное дополнение. Но, кстати, возвращаясь к Ивану Грозному. Дополняю вас. Ведь мало кто знает о том, что когда Иван Грозный якобы брал Казань, он представлялся внуком Чингисхана. И это еще одна очень интересная, неизученная страница, почему Иван Грозный представлялся потомком Чингисхана. И кем на самом деле был тогда Чингисхан, если иметь в виду, если иметь в виду не официальную историю, а альтернативную, как там все было устроено. Но очень много разных гипотез, очень много разных косвенных фактов и свидетельств, которые говорят о том, что история была устроена чуть-чуть по-другому. Это исторический факт. В одном из летописей, где-то я внук Чингисхана повелеваю вам и так далее. Зачем Иван Грозный это сказал? Вопрос, на который пока нет ответа. Не, можно сказать. Ну, мы, это самое, надо с Иваном Грозным все-таки съехать, да. Я очень рад, что мы съехали с танков, потому что я себя в технике не сильно считаю компетентным. Решите вернуться к танкам из современности и к вашей книге. И поддержку кадров в концерах по полковникам Советской Армии. На 167-й странице у вас написано, что для атакующих должно быть численно превосходить 7 раз. В имени боевого устава вооруженных сил США необходим 10-ти красных темп. Ну, видите, мы усреднили, мы усреднили, да, мы усреднили. Но вам спасибо за то, что вы внимательно читаете. Да, пожалуйста. Нет, вы уже задавали вопрос, может, еще кто-то хочет? А вот, а его я тоже задаваю. Ну? Да, вот, пожалуйста. Добрый вечер. Хотелось бы узнать ваш взгляд, ваше видение на наследие древних ариев. Ариев как народа, проживавшего в Средней Азии, в Древней Индии. И второй вопрос, если можно. Рассматриваете ли вы концепции не, ну, я бы так сказал, мягко сказано, не националистические, белая кость, там, белая раса и все прочее, что люди, собственно говоря, других национальностей, они могут тоже вполне обладать, там, какими-то своей государственностью и мерятся, по сути дела, мерятся вот так вот напрямую, что что-то древнее или что-то там белое, не белое, тут он... Я понял. Послушайте, это, это же очень, это не поддается вообще научной парадигме никак. Это очень спорные суждения. Вы допускаете такие вещи, ну, это очень странно, по-моему. Ну, смотрите, я начну отвечать на вопрос в конце. Вы знаете, мы когда-то делали проект по поводу русских женщин, которые выходят замуж за иностранцев. Я так нелинейно отвечу, как Владимир Путин, она как говорит. Нелинейный ответ, асимметричный ответ нам, да. Мы когда-то делали проект под названием «Русские женщины замужем за иностранцев». Одна собеседница говорит, вообще, говорит, с ними такая непонятная история, потому что после того, когда вот этот принц на белом коне усадит в Мерседес и куда-то увезет, как в песне группы, забыл уже, комбинация была, помните, да? Как, забыл? Во-во-во-во, вот-вот, вы хорошо помните эту песню. Вот, я буду плакать из Мерседеса, они потом говорят. Потом выясняется, что, во-первых, французы жадные. Во-вторых, немцы, ну, это же я как бы не к вопросу национализма, я говорю, это бытовая история. Это исповедь женщин, которые оказались замужем за иностранцев. Во-первых, выясняется, что французы не столько романтичные, сколько жадные. Во-вторых, выясняется, что немцы не только жадные, но ищи скучные. В-третьих, выясняется, что американцы вообще никогда не женятся. И вообще, русские дурочки часто секс-туризм путают со сватовством, когда они приезжают. Это к вопросу о том, что, конечно, все люди разные, и национальности тоже. Но я бы не путал это, во-первых, с национализмом, конечно. Потому что, если копнуть каждого из нас, сколько в нас национальности. Это, знаете, в свое время некоторые страны, я скажу так, пытались разрабатывать этническое оружие. Знаете, в 60-е и 70-е годы были идеи разработки этнического оружия, чтобы оно действовало, поражало только жителей, людей одной национальности, а для других этот вирус был совершенно безвредным. И вот это этническое оружие, исследование было остановлено, потому что невозможно отделить. И кто, какой национальности, на самом деле, непонятно. И через то же самое прошла верхушка немецкая, когда выяснилось, что там половина евреев среди них была, которые тщательно это скрывали. Поэтому я бы осторожно высказывался и по поводу нации, и по поводу национальности. То, что я вначале рассказал, это, безусловно, была шутка. А что касается нации и национальности, то это не имеет значения. Есть некие национальные особенности, но они не говорят о том, что кто-то лучше, кто-то хуже, кто-то более жесток, кто-то менее жесток, кто-то более прагматичен, кто-то менее и так далее. Потому что во многом это определяется воспитанием и условиями, в которых человек растет. Безусловно, есть какие-то разницы в ментальности, конечно, в воспитании и, может быть, в каких-то психологических факторах, допустим, темперамент. А все остальное – это вопрос воспитания, вопрос, что человеку вложили в голову, какие книги он в детстве читал, как пел когда-то Владимир Высоцкий. Я так отвечу на этот вопрос. Спасибо. Пожалуйста. У меня такой вопрос. Можно избежать Третью мировую войну? Спасибо за ответ. Спасибо вам большое за такое. Я думаю, что с Божьей помощью мы избежим Третьей мировой войны в том значении, в каком вы об этом говорите. Я думаю, что разум все-таки победит, конечно. Но если говорить по-честному, мы ведь в обстановке Третьей мировой войны уже живем. Просто очень важно, чтобы та фаза, в которой мы находимся, не перешла в какую-то фатальную фазу. Очень важно, чтобы все-таки разум победил и восторжествовала ли идея, что в современной войне победить невозможно. И на самом деле, человеку, конкретному человеку, не так уж много надо для счастья. И уж точно, чужие территории никому не нужны. Это факт. Спасибо вам большое за вопрос. Я очень надеюсь, что будет так, как мы с вами сейчас договорились. Спасибо большое. Может быть, еще есть вопросы? Давайте последние два вопроса. Крайний. У нас в авиации говорят... Крайний. Хорошо. Танкисты... Во-первых, я был в Азове, как раз-то, когда Торхьердалт проводил археологические расходы. Это не касалось амазонок, это касалось предков нынешних скандинавов. Ну, это я просто к слову. А вопрос мне по поводу танков. Опять же, в вашей книге считается... Я сам служил в тратегических войсках в 70-е годы. Считается, что по большинству позиций, тогда, по крайней мере, считалось, мы уступаем Западу, астроном НАТО. Но зато танки, стоящие на границах со странами НАТО, ФРГ, в частности, это реальная угроза, что мы дойдем до Ла-Манша за считанные недели, может быть, даже дни. И тогда НАТО просто-напросто накроется. Какой... Да, и второй, если можно, о Прохоровке. Вот я недавно прочитал, что есть сомнение, что Прохоровка, это действительно в авариокурской дуги была реальная битва, это что-то, фантазия, все. Если можно. Да, спасибо. Но я начну с конца. Да, это такая провокационная фантазия, которую вбросили немецкие журналисты как раз в годовщине о том, что на самом деле под Прохоровкой не было. Знаете, как кто-то написал о стромность, что с каждым годом, с каждым годом победа советских войск в Великой Отечественной войне все более сомнительно. Еще пройдет какое-то время и выяснится, что фашистская Германия победила советскую армию. Это абсурд, конечно, но в этом абсурде есть много, к сожалению, печально-истины, потому что история, конечно, стремительно переписывается. И я полагаю, что мы не в состоянии противостоять этому процессу, как бы, общимировому тренду. И я абсолютно убежден, придет время, что он принесет свои горькие плоды, конечно. Теперь, отвечая на ваш вопрос, танки и дойти до Ла-Манши, действительно существовали, существует широко распространенное мнение о том, что Запад очень боялся, что Жуков сейчас двинет свои, в 45-м году, в июле, в августе, Жуков двинет свои войска и танковым броском до Ла-Манша. И даже кто-то из наших не очень, мне кажется, компетентных историков пытался даже эти тезисы подтверждать. Я могу сказать, что я в 90-е годы, в начале 90-х годов я работал в Германии, в Берлине, работал в наших архивах, и в частности, я работал с архивами Жукова, ну, так мне повезло, можно сказать. А как раз период до 45-го, 46-го года, удивительная, конечно, история, можно много рассказывать вот о том, что я прочел, там переписка Жукова с Монтгомери, допустим, гениальная вещь совершенно. Там ежедневные протоколы отдела внешних сношений, группы советских войск в Германии. Вот, так вот. И вот я могу сказать, что на тот момент, во-первых, не то, что бросок Дала-Манша, на тот момент, на самом деле, Красная Армия после штурма Германии была настолько обескровлена, что говорит, что все сентенции по поводу того, что вот сейчас взяли и пошли дальше на Запад, я просто читал переписку с Жуковой на эту тему, что все разговоры на эту тему прекратить нужно, что это невозможно, и в принципе, физически это было невозможно. И Советский Союз, это я авторитетно заявляю, я читал документы, никогда не рассматривал возможности идти до Ла-Манша, брать Великобританию, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Достоверно известно, и это можно прочесть уже в Википедии, там, ну, как бы уже это написано, о том, что как раз наши союзники как раз в июле-августе планировали, планировали наступление на советские войска. Это факт. С учетом и с использованием вот тех самых немецких частей, которые сдались в плен на территории Западной Германии. Вот этот факт достоверный. Истории по поводу того, что Жуков собрался, собирался идти до Ла-Манша, это еще надо найти и доказать, я могу сказать, что это невозможно. Я читал выкладки на эту тему, да? А вот то, что планировалось нападение, развязывание войны уже против Советского Союза, это сегодня исторический факт уже. Ну, мы с вами говорим же 1945-1946 год. Ну, вы служили в 70-е годы, вы всерьез, вот вспомните то время, вы всерьез верите все, что в 71-72-73 годы все бросили и пошли штурмовать Рамштайн? Ну, нет, конечно. Или пошли войска до Бонна? Зачем? Реальной возможности, конечно, не было. Ну, то есть, реальной возможности, знаете, на зло врагу спалить родную хату и, знаете, реальную возможность сделать харакири никто никогда не отменял. Вопрос только разумности происходящего. С тем же успехом можно было нанести ядерный удар по Вашингтону. Ну и что? Зачем? Поэтому я могу сказать, что никто никогда всерьез такие возможности не рассматривал. Более того, хочу сказать, вот 70-е годы это мой любимый период с точки зрения истории. И я очень много занимался и занимаюсь эпохой Брежнева как международного политика, потому что мы с вами воспринимаем Брежнева как выжившего маразматика, шамкающего. А на самом деле давайте вспоминять, что такое Брежнев. Брежнев – это мирный договор с Германией 70-го года. Это восточная политика Вилли Бранта. Брежнев – это договор по противоракетной обороне 73-го года. Брежнев – это конвенция о запрещении химического биологического оружия. Брежнев – и дальше идем. Брежнев – это ограничение стратегических вооружений. Это политика мирного сосуществования. Подождите, да, раз уж я начал об этом говорить. Это система безопасности сотрудничества в Европе. Это в конце концов та самая политика мирного сосуществования, придуманная и продвинутая Брежнев. Это визит в Америку. Это огромное количество усилий. Я хочу сказать, что вся система международной безопасности, в которой мы существуем сегодня и только сегодня начинаем доламывать, была создана именно Брежнев. Можно к нему по-разному относиться, как к коммунистическому лидеру, но с точки зрения международной политики и международной безопасности Брежнев пока сделал больше всех и в 20-м и в 21-м веке. И мы только сейчас начинаем ломать эту систему. Американцы вышли из договора 73-го года противоракетного только сейчас заключён был Брежнев. И взамен ничего нет. И мир сейчас с выходом американцев из этого договора и запуском наших новых систем вооружения гиперзвуковых, каких там неизвестно, какие они будут ещё неизвестно, но фактом мир становится гораздо более опаснее с выходом из этих международных договорённостей. А это всё был Брежнев. И никаких мыслей не было по поводу того, что сейчас идти брать Рамштайн, штурмовать Бондом. Нет. Наоборот, была политика мирного сосуществования, ничего другого. Была политика, конечно, сдерживания, потому что по-другому было никак. А я вам скажу, я вот, допустим, изучал вопрос Брежнев, когда он заключал мирный договор с Германией с 70-го года. Ведь очень многие не хотели в полюберу этого дела. И мне рассказывал ещё Валентин Фалин, который недавно ушёл из жизни, который в то время был послом нашим в Бонне, наш и историк, и дипломат. Он говорит, Брежнев готовил договор с немцами в великой тайне, даже в тайне от КГБ, потому что у Суслова даже была готова формулировка для отставки Брежнева, формулировка «За надклассовый подход к международной политике». Очень многим не нравилось, особенно старой гвардии, очень многим не нравились мирные инициативы. Он говорит, даже была готова формулировка в проект постановления об отстранении Брежнева от власти в 69-м году, кстати. «За надклассовый подход» к международной политике. Так что все не так просто. Это безумно интересно. И эта история точно так же неизвестна, как и история дохристианской России, и это еще ждет своих историй. Я вам скажу только одну вещь. Я могу сказать это точно, потому что я эту историю, у меня лежат интервью, я сделал интервью со стас-секретарем правительства Западной Германии Эггоном Баром, который ушел из жизни два года назад в возрасте 92 лет, о том, что Брежнев в 71-м году посылал миллион марок на подкуп депутатов Бундестага для того, чтобы не объявляли импичмент Вилли Бранту, потому что надо было заключать мирный договор, а Вилли Бранта, я извиняюсь, это самое, как бы, как выражать современное, спалили на женщине. И БНД, западногерманская разведка его шантажировала этими фотографиями. И он должен был уйти в отставку, ему должны были объявить импичмент два голоса. И вот человек, с которым я разговаривал, который осуществлял тайный канал между Вилли Брантом, канцлером Германии и Брежневым, мне лично рассказывал, у меня записано это было. Он говорит, я приезжаю к Брежневу, а Брежнев говорит, как там мой друг Вилли, это я уже на своего конька сел. А я ему говорю, Леонид Ильич, плохо, он говорит, собирается в отставку уходить. А почему? Он говорит, да импичмент ему собирается объявить. А почему? Говорит, ну вот оппозиция перекупает голоса. А Брежнев говорит, ну как перекупает? Ну я ему говорю, за деньги. Он говорит, да, и сколько стоит голос? Это я прямую речь пересказываю. Это еще ждет своих, это я вам устно рассказываю то, что еще ждет своих историй на экране. Я не тороплюсь это делать, оно должно вылежаться, но вам рассказываю по секрету. И сколько стоит голос? Миллион дочек марок. Он говорит, поди к Косыгину, возьми миллион, отвези моему другу или Бранту, пусть купит этот голос и пусть сидит, никуда не уходит, с кем я буду делать международную политику. Вот такой был Брежнев. На этом я, это самое, да, не будем злоупотреблять гостеприимством этого прекрасного дома, потому что мы спасибо большое. Спасибо.